Но пусть эта молитва будет в согласии, в единстве, неважно где мы находимся, в духе мы можем быть едины в любом конце земли. Поэтому давайте будем молиться вместе, соглашаться в этой молитве, и потом будем просто собирать и коллекционировать Божьи чудеса и ответы на эту молитву. Евгений, вы начнете? Мы всегда дома за руки беремся, когда молимся. Во имя Иисуса Христа, Господь, мы в этой молитве просим за семьи, я прошу, даруй Твою мудрость во взаимоотношениях в семье, и пусть будет та атмосфера, Господь мой Бог, в которой будет положительное что-то рождаться, где будет царствовать любовь, где будут дети возрастать в правильной атмосфере. Во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя, чтобы разводов было меньше, чтобы люди как-то более серьезнее относились к вступлению в брак во имя Иисуса Христа. Помоги нам осознать, что мы должны прежде научиться стать личностью, быть ответственным человеком, способным отдавать, способным служить. И уже после искать, молиться о своей второй половине. Я прошу за семьи, чтобы Ты хранил, защищал их от всякого зла. И я, мой Бог, прошу сейчас особенно те семьи, которые переживают кризис или конфликт какой-то, приди туда своей милостью и благодатью во имя Иисуса Христа. Дай рядом нужных людей, которые не будут утверждать в каких-то заблуждениях или подпитывать эти негативные эмоции, которые правильно направят, которые дадут правильный совет, правдивый во имя Иисуса Христа. Мы молимся сейчас за все семьи, Господь, в нашей стране, в мире, в нашем городе. И мы просим, чтобы Ты, Господь, дал Свою сверхъестественную благодать, проходить трудности какие-то во имя Иисуса Христа. И вся слава пусть добудет Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господь, мы также просим Тебя сейчас в этой молитве согласия, Господь, за мужчин и женщин, которые еще не в браке, Господь, но у которых есть желание создать семьи Божьи. Я прошу Тебя, даруй мудрости, Господь, при общении с противоположным полом, Господь. Я прошу Тебя, даруй мудрости в построении отношений, Господь. Пусть, если сейчас уже есть спутник жизни, Господь, если есть вторая половина, Бог мой, они идут к браку, Боже. Я прошу Тебя, пусть это время будет особенным для них. Пусть за это время они смогут разглядеть важные качества в этом человеке, Бог мой. И также я прошу Тебя, даруй мудрости, видеть, что у людей также есть прошлое, есть своя специфика, Господь, есть свой темперамент, Бог мой. Дай нам научиться видеть это, Господь, и быть более мягкими, Господь, и менее требовательными к вторым половинкам, Господь. И также прошу Тебя, даруй нам мудрости в нашем поведении, Господь. Даруй нам сердца слуги, чтобы мы прежде научились служить нашим супругам, Господь. И только потом получать уже эту любовь, Господь. И мы благословляем все пары, которые сейчас находятся в построении отношений, Бог мой. Мы благословляем всех мужчин и женщин, которые еще холостые, не встретили, Господь, свои вторые половинки, Боже. Я прошу, пусть Твоя мудрость и благодать, Бог мой, они будут с ними во имя Иисуса Христа. Отец Тебесный, мы так благодарим Тебя за каждый путь, которым Ты ведешь нас, которым Ты ведешь людей. И я молюсь сейчас, и мы соглашаемся в этой молитве за всех тех, кто еще не нашел свою вторую половину, у кого даже еще нет никаких наметок, нет еще даже никакого взгляда, и нет даже любви, нет влюбленности, нет даже какого-то варианта, чтобы это можно было сделать. Я молюсь за вас сейчас, я молюсь во имя Иисуса Христа, чтобы всякий страх в вашей жизни, он был разрушен навсегда, чтобы полное доверие Богу, упование на Богу, чтобы оно захватило вас. И зря Писание говорит, что завтрашний день будет заботиться о вас, и Бог печется о вас. Он знает, что вы имеете в этом нужду, Он знает, что у вас есть желание сердца, что вы томитесь об этом. Именно это Он увидел в сердце Адама и создал Ему помощницу. И мы молимся сейчас за вас, чтобы в вашем сердце не осталось места этому страху, чтобы вы не боялись остаться одни, вы не будете одиноки, вы не останетесь одни. Во имя Иисуса Христа мы молимся за вас, чтобы вы увидели, чтобы узнали, почувствовали свою вторую половину, чтобы вы могли, чтобы ваши глаза были открыты, чтобы ваше сердце было открыто. Возможно, этот человек рядом с вами, находится рядом с вами, давно уже с вами в одной церкви, давно уже вы дружите вместе, столько вместе всего пройдено. Мы молимся и благословляем вас. Если вы не планируете сейчас вступать в брак, но думаете, что это будет в будущем, мы благословляем и это ваше решение. Пусть будет мудрость на вас, пусть будет Божья благодать на вас. Занимайтесь тем, чтобы вы больше знали Бога, чтобы вы больше развивались, чтобы вы зрели внутри как личность. И мы молимся за это в вашей жизни во имя Иисуса Христа. Мы молимся, чтобы Божья воля исполнялась в вашей жизни, чтобы она становилась реальностью, независимо от того, что происходит, где вы находитесь, в какой стране, в каком городе. Мы молимся за вас и благословляем во имя Иисуса Христа. И пусть Богу будет вся слава, честь и хвала. Аминь. Дорогие друзья, так быстро, к сожалению, заканчивается наше время. Мы говорили сегодня о холостой жизни. И вы знаете, подводя небольшой итог и резюме о том, о чем мы сегодня говорили, можно сказать, что, вы знаете, Бог все и во всем. Он и до того, как у вас появилась семья, и когда у вас будет семья, Бог тоже будет в этом. И поэтому не нужно переживать и все время уповать на себя, что я делаю так или не так, верно или неверно. Идите за Господом, доверяйте Ему и делайте то, что можете, то, что есть на вашем сердце. Учитесь, путешествуйте, развивайтесь, смотрите какие-то семинары, посещайте библейские школы, идите в институт или в университет, учитесь, образовывайтесь. И просто будьте открытыми к тому, что в свое время эта любовь, она настигнет вас. Она обязательно придет к вам, она просто обрушится на вас. Вы не сможете от нее убежать. В хорошем смысле этого слова. Это будет настоящее благословение для вас, это будет настоящее чудо. И вы сможете в полной мере пережить это счастье, когда есть двое, когда один замерзнет и другой его согреет.